Весенний этап Кольца Хибин стартовал. На этот раз в череду спортивных мероприятий открыли игрой в русскую лапту, которая по праву считается одной из древнейших национальных забав в нашей стране. Встретились команды на стадионе микрорайона Кукисвумчор, где и прошли соревнования. Бита, войлочный мячик и спортивный азарт – вот и все, что нужно для игры в лапту. Никаких дорогостоящих принадлежностей и специально оборудованных площадок. Первый раз, когда мы ее попробовали, это было, конечно, всем в диковинку. Мы путались в правилах, бегали не кто-то, питали не того, кого нужно. Но потом уже, даже вот сегодня, новички влились быстро. Потому что мы читали, у лапты правил, наверное, игр 200, разновидности. Мы взяли самую облегченную, такой лайтовский вариант. В лапту играют две команды. Одна из них занимает свои позиции на поле и подает мяч. Вторая – атакующая, стартует с линии города. Их главная задача – пробежать через поле и вернуться обратно, не потеряв ни одного бойца. Максимально за игру можно получить пять очков, сбив всех игроков. Потом команды меняются. А что самое главное для победы в этой игре? Главное – командные действия. Перепасовки, пасовки. Ну, игр русских много, всяких разных. А лапта чем хороша? Чем отличается? Ну, не знаю. Наверное, потому что она русская. Этим отличается от всего другого. Но при этом очень напоминает американский бейсбол. Ну да, есть что-то. Ну, естественно, тяжело, конечно. Снег очень рыхлый. Поэтому ребята все быстро устают. Тяжело бегать по такому снегу. Бегать по рыхлому снегу может и непросто. Но накопленный за семь лет опыт и сыгранность участников команды кировского рудника «Трикса» позволяет им с легкостью справляться со своими противниками. Куда сложнее приходится новичкам. Впервые в фестивале «Кольцо Хибин» участвуют дети из клуба «Север» микрорайона Куки-Свумчор. Мы с удовольствием решили провести свои выходные, потому что нам это интересно. Мы за здоровый образ жизни. Как ребята себя показали? Отлично. Мы пока на третьем месте. Однако по итогам всех игр в тройку призеров эти ребята не попали. А вот «Трикса» с кировского рудника заняли первое место. Следующий этап фестиваля пройдет в субботу, 26 апреля, в Старых Апатитах, где ребята сразятся в игру «Вышибала».